Много лет сидели на хвосте у меня. Они знают, что... Если даже там в управлении начальник орал на них, когда поймаете лису? Я ни о чем в своей жизни не жалею. Я даже благодарен Богу, благодарен Богу, что я отсидел на Лебеде. Я там очень хорошо изучил человеческую психологию. Как их профессия украсть, наша профессия их поймать. Вот и все. Ну, очень тяжело их ловить, очень тяжело. Меня назвали... назвал Рудик в честь вышедшего в 58-м году фильма. Там героиня Рита была, и он в честь меня назвал меня. Знаете, меня спрашивают. Я говорю, как знаю, я брат его. Я говорю, как это вы, вы профессор, а он вор в законе. Или, ну, в законе не вор. Я говорю, он... Не я, он был академик. Правда, не коронаванный, но академик был. Я знаю, что я сделал для преступного мира. И люди мне говорили, и отмечали. Я бывал в городах, и в Москве, и везде встречался, и с ворами. И я знаю, что жизнь прожил я не напрасно. Я так, говорю, в Тоботе. Там, ну, а он, Марина говорит, вы ко мне не обращайтесь, говорит. Здесь, где-то, есть энциклопедия ГУВАГа, говорит. Не, не, энциклопедия, как он... Да, энциклопедия ГУВАГа, говорит. Кириллу, говорит, обращайтесь. Он, говорит, и не был, говорит, знает. Какие ребята, ты вор или нет, ёпт его. Тебе вопрос задают, чё ты? Вы приходите мне укладывать, вам принимать и спросить, вор или не вор. Я спрашиваю, ты вор или не вор? Конечно, вор. Так, вы вор? Я вор, вор, вор. Просто вор. Совсем не просто, а самый настоящий. Воры, они подчеркивают, ассоциируют, что это вор, вот вор. Он только вору крадет, блядь. Понимаешь, за словом вор, человека как такового. Понимаешь? Как бы не существует. Помнишь, такой термин был, с этим делом называли? Да. Помнишь, и пересылку? Да. Да, на таганку, блядь, придёшь и с этим делом есть? Есть, да. Либо сота есть? Да. Сколько раз менялись, или свои есть? Да, свои. Свояки есть, нет. А потом воры, блядь, разумные подошли, и я говорю, давайте называть своими. Давайте, как, вор, что это там, свой, или с этим делом, босяк. Да. Я вот там, да сколько, блядь, тут. Реализовались как-то люди-то. Человек – это Мициери Зе Цери. Знаете, вот, если на нашей Илье Ачавчавадзе, это считается отец Грузии, писатель, да? И он, у него такое выражение – Мициери Зе Цери. Мициери – это земной и небесный. Мициери Зе Церца. Человек состоит из двух, не аспектового, из двух составных – земной и небесный. Земной и небесный – это есть человек. Поймали вора и не знают, вор он или не вор. Он может сказать «да», а может сказать «нет». Это их право. Вот некоторые говорят, что я не вор, я обычный человек. Люди есть люди. Разморан не называй, люди есть люди. В нашей жизни вы этого глубоко не понимаете. Это жизнь закрытая. Ее, понимаете, сейчас даже если знаешь, не скажешь, понимаете. Но у них своя жизнь. Воро – своя жизнь. Там свой кодекс, свои запреты свои. Нам тяжело. Мы выбрали эту жизнь, и она нам нравится. Если ее начать сначала, то мы пойдем на том же пути. У каждого своя дорога, у каждого свое место. Человек приходит в зону, он о себе говорит, кто он есть. Скажи, как есть, и будешь нормально жить здесь. Ты будешь идти к своим и живи за своими. Есть определенные касты в лагере. Да, человечков больше, да. Ну, если он бродягом, он должен тысячу раз, сотни раз быть чище еще того, за кем они смотрят. Воры себя называют вор настаточный – это бродяга. Бродяги? А кто они такие? Все, кто не любит работать, бродят по базару. Они крадут чужое добро и пьют вино. Эти бродяги плохие люди, они играют в карты. Значит, весело. Работаете? Нет, да? Нет. Источник дохода? А что вы живете? Бог помогает. Бог помогает. Да. Да. Бог помогает нам немножечко бороться со всей этой нечистью, со всеми людьми негодяйами. Им не выиграть никогда, ибо история, она доказывала, доказывает и докажет. Мы сохранили в себе все то, что потеряли многие. И это, это наша кольца. Это, как вам сказать, это, ну, это, как так назвать, секта. А это ваши друзья все? Очень много людей мне неизвестных, но так получилось, что всем районам мы всегда, каждый год отмечаем здесь крещение Господне. Поэтому независимо от того, кто, когда, кем родился и кто кем стал, мы каждый год здесь собираемся с детьми и семьями, купаемся и проводим этот праздник великий, один из великих праздников православных христиан. Запрещенные предметы в обороте при себе имеете? Прошу вас проверить, но заранее говорю, что не имею. Самый запрещенный предмет, который имею, это я. Есть правила, отписанные кровью воровской, которые можно делать, что можно делать, что нельзя делать, как на свободе, так и в лагерях. У нас большие ограничения, очень сами для себя ограничения, рамки. Главный вопрос, который встает перед теми, кто пытается понять идеологию воровскую, воровской мир, собственно, с какого переполга, чего, зачем, зачем определенная группа людей вдруг в какой-то момент стала брать на себя такие жесткие обязательства. Вы женаты? Нет. Дети есть? Нет. Родители ваши? Нет. Тоже есть. Духовно он был, веряк ли, весь своего отца. Потому что по-грузински есть такое выражение. По-русски сейчас это можно перевести так. Бесстрашный как? Ну, бесстрашный. Ну, бесцело. Бесстрашный. Если нет человека тела, он бесстрашный. Вот такой был его отец, и он тоже. Он страх не знал вообще. У него папа тоже был вор. Получается, у него были, ну, он был один от этого мужа. Вот. И я тоже спрашивала, почему. Он был очень здоровый, высокий, как вот Амбал. И когда родился Юра, сказали, вот Амбалик родился. Мать, это очень большое это имеет. Мать, мать. Вот моя мать, например, со мной бегала. Я в футбол играл, она придет, возьмет у меня сумку, у меня там сухуми, сумки, голы сделаны, голы. Возьмет, я отниму, возьму, а вот так бегала за мной. И потом упадет, я уже ослепла. Я вот начинаю плакать, что мать ослепла. Вот мать. Да, да, родился в тюрьме. Рита нам не рассказывала. Рита больше знает. Они выросли там, да, рядом. Ну, говорит, мама постоянно почему-то их пять детей, а вот мама именно его. Я буду защищать обвиняемого. Маме как-то начальник управления или кто в Баку по телевизору передавали, ей задают вопрос, вот как вы смотрите на то, что вы мать, там, ну, тогда говорили, пятерых воров. Мама говорит, зачем так мало? Я мама всего преступного мира. Из этого сделали цитату и везде говорили. Женщина может, мать, гордиться тем, что сына. Да, я горжусь, а не мужчины. Не каждая женщина будет рада гордиться своим сыном, который не уважают, не чтят ничего. А здесь было все. При их жизни, вот такой, да, бурной, тяжелой, они оставались еще хорошими сыновьями. То есть одно другому не мешало. И братом хорошим остался, и сыном хорошим был, и мужем хорошим. Успевали и туда, и туда, и эту жизнь. И кто был выше, превыше, не поймешь. Все было на уровне. Ну, наверное, где-то та жизнь была немножко больше. Я своими словами это объясняю, как зерно, зерно лидерства, понимаешь, в человеке должно быть, который может организовать людей, повести людей, понимаешь, разъяснить людям способен. То есть люди могут увидеть от этого человека прояснение. Если даже двору отбывает наказание, например, там, он уже внедряет свою идеологию, и там все заключенные живут уже по-поваровски. Знаешь, бригадиры, завходы, нахозы и прочее, пятое, десятое, и вплоть даже до этих последних категорий людей, да, допустим, они все идут в стране. Они в штаты не идут же, они все идут в стране. А мусоров уже это заедали. Как это так? Они к нам не идут, а идут всереду решать вопросы. А к кому они должны идти решать вопросы? Да, 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 да. Исключения из правил не может быть. В лор-зоне все. Никто не переступит через себя и через голову его. Он, папа и мама. Они знают, что они придут ко мне. Если заслужили, у меня там взрывок такой стоит. Даже два, по-моему. Есть люди, которые, будем говорить, воры, которые только могут сказать, прав-то или нет. Вор – это как третейский судья. Он берет одну сторону, берет, слушает другую сторону. Вот эти две стороны он сажает и начинает разбирать, кто прав и кто виноват. Иногда вот для того, чтобы узнать человека, не надо с ним общаться. Вот просто взгляни в глаза, и ты дойдешь до души. Почему? Потому что мы все как молодой. Все как молодой. Если человек начинает хитрить, мудрить, изворачивать, живо видно, что это змея. За каждый поступок в лагере человек несет ответственность. Нельзя оговаривать человека за спиной. Нельзя красть. Нельзя брать без разрешения. Нельзя говорить то, что ты не можешь обосновать, сказать. Если ты, значит, если проиграл, даже если ты хороший парень, по-любому ты должен этот проигрыш ему заплатить. За человека что может сказать лучше всего? Это его дела, поступки, действия. Они блудословие. Красноречие, блудословие – этого можно научиться. А вот поступки – это совсем другое. Вот. Там имя дать, любое, которое соответствует в данном случае, понимаете? И ты с этим именем будешь шагать всю жизнь, где бы ты ни был. Не отмойся. А люди, когда будут видеть, что ты в любой ситуации, по поступке я имею в виду, справедливо относишься и правильно поступаешь, вот только в том случае тебе могут люди потянуться. Почему? Потому что они увидят справедливость, честность, благородство и все остальное. Сам авторитет, это вы, наверное, да? Я могу так сказать, что я сам авторитет. Но в Дагестане на вас какие-то наложены полномочия? На меня вполне то, что в Дагестане. Где бы я ни находился, на меня они морально висят, я знаю. Если при мне где-то что-то неправильно происходит, я обязан буду это остановить. Потому что она живет не для себя и не для своего пункта. Она живет для того, чтобы другому человеку было легче. Чтобы у мужиков было и питание нормальное, чтобы подход был как к людям, чтобы отопление было, чтобы все было хорошо, чтобы козлы не рулили здесь. Вот я встал вором, я взял такую ответственность на себя, когда решил свой вопрос, уже встал в полноте, я такую ответственность на тебя завалил. То есть где люди есть, и куда я попаду, и где будет беспредел, я его должен первый пресечь. Хотя я могу за это получить нож. Здесь зоны были в основном половина беспредельной. Ты зайдешь туда и не знаешь, кем выйдешь. Там беспредельщики, вот такие бицепсы. Они нож мне могут в бок засадить. Но я не должен на это равнодушно посмотреть, и за мужиков не заступиться. Я должен сказать, потому что я вор. Вор пошел разобраться, что и на разборках даже, вот эти вот лом подпоясаны могли его убить. Казалось, он когда вышел в зону, там с Азербайджана сидел всего один азербайджанец. Ну, там бендеры гуляли в лагере. Из кавказских был всего он и этот азербайджанец. Он заходил в столовую, Саша, смотрит через окно, к этому азербайджанцу предъявляют. Там четыре бендера взяли его в круг, и Саша видит, этого азербайджанца один ударяет. Саша выбегает, прибегает. Говорит, вы что делаете? Он говорит, да, этот не тот человек, что ты за него заступался. Ну, косяк какой-то за ним чувствуется. Саша берет, отодвигает этого бендера, а тут берет, ну, бендера, этого азербайджанца, по-моему, ударили ножом. Он падал, Саша его как раз-таки поднимал, и в этот момент этот бендеровец, Юра Качура, он берет и четыре ножа, четыре ножа в их хранении наносит сердце прямо Сашику. Он настолько был здоровый. Он 24 года умер. У него даже книжки, наверное, медицинской не было. Настолько здоровый был. Он минут пять еще жил. И с последним словом, мама. Его не стало. А этот азербайджанец перешагнул через него и ушел в запретку, убежал. Что за надпись там? Судьба? Нет, наверху. Да. Яраб судьба, но не в этих законах. Вор не подчиняется приказам и законам государственным. Вор руководствуется своим собственным законом. Своим собственным законом. Вот для меня есть определенный свой закон. То есть, что правильно я считаю, что неправильно. Что приемлемо мне, я делаю. Что неприемлемо, я не делаю ни в каком случае. Какие-то принципы, какие-то кодексы чести, какие-то правила поведения, взаимоотношений существовали в любой нации, в любой преступной группировке. Тут нет ничего необычного. Нейвичность начинается именно с этого воровского закона, который мы имеем с 30-х годов. Это уникальное явление, которое появилось только тут, только у нас, только на территории Советского Союза, это больше нигде. Аналогов этому нет. Ни якутза, ни коза мостра. Никто не имеет такой организации, никто не имеет таких принципов. Нету в Европе, например, нету поляков в Аропуске. Никто не говорит, что там были, их не было и не будет никогда. В Европе, в Америке нет. Если есть, например, в Польше, это будет или там грузин, или русский, или армянин, или там Украина из Беларуси. Вот это. Нету. Этой идеологии не было там. А вот этот дом, где я освободился, одни карманники. Одни карманники. Ну, никого в живых нет. А этот карманник, сука, с высокой материи, Волк, блядь. Какой год-то? 86-й, освободился я только. Вот это дом мой. Вторая парадная, со двора заходишь. Пять парадин. Я бы. Вот это кто? Это я стою, да? Это шляпа, Колька, такой был. Уважаемый карманник. Может, ворами и будем, но вряд ли. Шляпа. Этот с 23-го года был. Даже 20-й, слепой Санька, блядь. Но суство и такое, в 96-й год. После, еще умер после 96-го года. Вот Бриллиант там был на Урале-то. Все именитые воры начинали с кармана. Правильно? Все, все, все. Конечно, от кого же люди. Люди техничные. А от кого же? Конечно, раньше симпатизировали, конечно, карманников в тюрьме. Сейчас. Ну, как он человек. Человек считай смелый, веселый. И не боится ничего. Сейчас остались где-то 3-4 вора старые. Вот, например, старый вор Гоги Чиковани. 26-го рождения, 86 лет. Понимаете? Вот он вор. Чемал Шавладзе погонял у него чай. Он тоже... Старого формата. Он тоже находится здесь. Домой он тоже старый вор, понимаете? Недавно сейчас... Что-то у Тащуэли скончался, похоронили. Он тоже старый вор был. Ну, они были чисто ворами, понимаете? Ну, состояние они не набивали. У них не было состояния. Раньше вор, он крал, этим жил. Играл, крал. Все, вот этим они жили. Мы жили. Полуголодные были. И не зарылись у кого какие-то. Это и не завидовали. Украл мой. Не украл, значит, голодаешь. Царство небесное. Был тут вор, рядышком вот здесь жил. Мачаларьяни. И фотогенна его ему не длится. Для мужчины это не главное, правильно? Вы мне фамилию, имя отчества скажите. Фамилия, имя отчества? Мачаларьяни Гурам Григорьевич. И дату рождения? 1927 года. Вот он был честным вором, понимаете? В 75-летнем возрасте воровал. Он был вор-карманником, шипачом. Вот я шипач, да? Для меня разбой – это гад. Для меня разбой – это как изнасилование. Я не пойду на большую дорогу с топором, понимаешь? У меня никогда не было, блядь, я говорю, не было никогда преступления, чтобы я силой какие-то деньги у кого-то забирал. Я себе этого никогда просто не позволил. Кроме кармара человек знает свое дело и никогда не пойдет на это. Есть у них свои правила, но они и живут по ним. Но простых людей-то они обижают. Конечно, если ты видишь постный человек, ты никогда не стараешься его, понимаешь? Ты уже выбираешь человека, который состоятельный. Я найду способы и методы, как деньги заиметь. Я знаю, у кого их заиметь. Что это, я говорю, даже не почувствую тот человек, у которого я буду деньги занимать, как говорится. И потому что у него столько этих денег, что им их просто девать некуда. Я украду не того, который пенсию получил, идиот домой себе, чтобы там купить, поехать в Ашан, затариться и на месяц. Нет, я пойду, украду где-нибудь в таком месте, который украл у таких людей, которые мечтают в конце месяца в Ашан пойти и затариться на весь месяц. Вот у него я украду. Он, когда ворует, он носит в зоны своим друзьям, заключенным, чай, сигареты, провизии и так далее. Просылает деньги, вносит воровской общак деньги. Марина мне говорит, Кирилл, ну-ка посмотри, говорит, он меня толик не знал. Кирилл говорит, позвони, говорит, сколько он там бабок-то оставил. Я, боже, блядь, считаю, до 10 тысяч. Он говорит, Кирилл, сразу половину бери, внимательно слушай. Он меня уважал, блядь, тысячу. Воры и смотрят на вещи. Несколько с другой стороны. Не сколько ты положил, а сколько ты при этом себе оставил. Я лучше месяц похожу голодный. В конце месяца пойду, пошипаю. Мне 200 долларов хватит. Я пойду, накормлю свою семью, покушаю. Там пацанам отправлю тысячи рублей. Там чай куплю, конфеты куплю, сигареты куплю. Потому что я знаю, когда я буду сюда, они тоже мне отправят. Это людское отношение к человеку. К вору. Каждый угол есть. Ему не надо говорить. Если он порядочный человек, он пролезко, я слышу, вот так, вот так, вот так. Отправьте. Потому что ему страдать, ему ехать, отвечать за все. Он должен быть. Он не с Сидором, пустым же поедет. Его везде будут приветствовать, везде будут давать последнее. Он поедет, куда бы он ни поехал. Если ты человек, поступаешь всегда как человек, и когда у тебя возможность была, что-то появилось, ты не забыл дать и на общее, можешь и не дать. Это не говорится, что ты обязан дать. Можешь и не дать. Но это уже будет у тебя крюк под задницей при любом серьезном разговоре. Тебе этот крюк так подведут, что будешь правым, а окажешься виноват. Какой лох, сказал так. Чем больше человек отдает, тем больше ему ворачивается. И везде, где это происходило, общак откладывался. Любой вор мог заехать в любой город и сказать, слышишь, у меня воровские деньги есть, принесите, мне надо. Если я такое делаю, для чего-то что-то хочу сделать на эти деньги, я должен эту сумму потом также принести сам и положить именно такую же, которую я взял. То есть это как касса взаимопомощи. Берешь и внесешь столько же. А кто действительно нуждается, тому, естественно, помогут безвозмездно. Началось вот астма у меня душить, конечно. У Киевского тоже так астма была у меня. Я ей говорю, Мишка, автобус подходит, давай. Но я не могу бежать, я не могу. Понимаешь, это уже не работа. Конечно, ты на буксире его тащишь. Зачем вот? Тянет? Ну, деньги-то нужны, человек. Ну, придет, когда в последнее время он тяжело стал, а всегда там поможешь ему, даешь там денежонок, сам идешь, я-то еще работал. Там в 80-летнем возрасте человек ворует ходит. Нет, но по идее у него есть дети, у него есть семья, у него есть друзья, есть семья, то есть воровская, которая ему будет помогать. И помогает. Я бы уже давно, блядь, в ГУЛАГе сгнил бы, сука. А я, блядь, 25 лет на свободе, блядь, и перестал воровать, блядь, я бы, если бы мне не помогали, Захар, блондин. Под каким именем вас знают? Блондин. Ага. Вас устраивает? Лишь бы вас устраивало, и вам в жизни было комфортабельно. Да комфортабельно вам, а не мне. Есть категория воров, которые очень хорошо знают, например, улицу. Всю обстановку-то кругом знаешь. Балашику держишь, отдержал был в Трамбалашику. Едешь на Ленинский. На Ленинском держишь. На Ленинске была очень... Контора все время была там, контора. Но когда они попадают в тюремные условия, да, им трудно, вот, например, им трудно в тюрьме, например, управлять этой системой. А хорошо умеют управлять те, кто долго, например, сидел в тюрьме. Сколько времени у хозяина провели? Да много, много. 42 года. 33 без выхода, с 53 по 86. Это как так, без выхода? Как? Да, даже видел справку-то. 16,5 лет, открытый. Не надо, чтобы ты не сомневался, что 33 года без выхода. Особождался в 86 год. Сел 24 июня 1953 года. 15 лет, указ 2-2. Это грабил? Да, 2-й, 58-й, указ. Ну, освободился дальше что? 3-й, 65-й. 58-й пропустили. 58-й, я сказал, 2-й. Да, 2-й, 58-й. Да, 20 лет. 20. 58-й, на Воркуте. Да. 55-й на Колыме. 8 лет, ну, 20 лет. В компенсировании. Угу. 60, это 65-й, а 5-й. Угу. 67-й в Тобольске, читай, что прослышал. 67-й, да. Ну, что 67-й-то? Расстрел. Расстрел. Что, к расстрелу приговорили? Заменить 15 лет. За мусорок судились. На прогулке был человек в город, кидаем, блядь. Он вызывает, что-то рядом вдоль, а мы вызываем дверь, нахуй, он лежит, а там вот такой Пакаван, Казань, Шурик такой был. Ишим, город Ишим, в Тиме, в Тиме. Ну, он мало прожил-то тогда, куляли, ну, золотоучий, блядь, на 67-й, расстрел. Угу. 71-й. 71-й, Владимир. 15. Ну, вот уже 15 делали, а там все до 20-ти-то было, а здесь уже 15 делали. А здесь, считай, 45-й. 45-й, да. Два года, ты говори. Два года. 45-й. Сразу же сел. Один год. Один год, в отташке я был. 47-й год. Два года, мне год был. 162-й. В апреле, 19-го апреля сел. 47-й год. А к 4-го июня только вышел указ, у меня года здесь два, мне никак не могли дать. По 162-й-то два года. Никак. Ошиблись. И нет еще одной судимости за 56-й год. Хотя судили 20 тоже. И я был в жильце, в жильце. И год у меня, год у меня, год там, в жильце был год. Вот документ. Судья спрашивает, да, Ираклия, спрашивает, что? Судья, Ираклия, откуда у тебя это, 80, сколько лет у него, 105 лет тюремного заключения, говорит. Откуда у тебя столько, 105 лет, что такое, говорит. На суде спрашивает. А он отвечает, господин судья, Ираклия отвечает, что это были лагерные сроки. Там она, что это, Берия тогда был, Берия. И Берия, ихо-схо-схо, Берия тогда такой указ издал. ЖК не было с 47-го года, 5,5 лет, знай. Помнишь? Ну, конечно. Война кончилась в четвертах, стали давать. Высшие отменили, отменили. В 47-м. В 47-м, 27-го мая, правильно. Ну, вот и все. 4-го июня, в 47-м году вышел указ. Представители традиционного криминала, те, которые воевали, когда они начали возвращаться в места лишения свободы, они встретили там уже сплотившихся, уже выросшее новое поколение на вот этих понятиях жиганов. Они уже выстрадали за них, они лишались жизни и здоровья за них, за свои понятия, за свой закон. И они были настроены уже его отстаивать. Мисс Паллигард, вот так, с этим, как его, с топором. Потому что ты не убьешь, тебя убьют. Администрация с помощью СУК убивала натурально воров, натурально убивала. И воры, естественно, брали нож и тоже резали. Расстрела не было. И вот хоть 10 человек убить, 25 лет получил. Была настоящая война против людей и воров. Суки назывались такие. Гнутые воры, они оказались суками. И вот они убивали наших людей, а мы их... Если он признает, что тогда была его ошибка, так нельзя было поступать воровском. Он это признает, честь и хвала, он в стороне, рядом с братвой, так же все с ворами. А вот которому указали, ты сделал нелюдские поступки, негодяйские. Понимаешь? И за это имени лишили. Или дали по ушам, как говорят, да? Вот это уже будет сука. И был беспредел. Коммунисты, это в то время, коммунисты творили беспредел. Ну, естественно, менты, которые лагерные. Ужас был. Да, без воровского хода разве можно было выдержать, выжить в то время? Суки ночью дверь открывались, суки стояли с заточками, с прутьями. Воры есть. И вот если вор был там, хотя бы один, он обязан был, это был долг его, слезть и сказать, я вор. То есть заявить о себе. Он знает, что его сейчас убьют. Если бы он пролежал, промолчал, все, если бы это, блядь, любой другой вор увидел, все, тот бы уже вором не был никогда. Ну, тут же жизнь-то, блядь, ну, и влаги, одиночки, хуёчки, блядь, изоляторы, куда ни плей. Или если там порежет, там убьет, там порежет, там убьет, когда уже кота не было. То же, блядь, я как убийство, блядь, чтоб петь, наверное, сука. Хороший человек был. Это один родственник спросил. Ты человека убил? Он так покраснел. Ты что, говорит? Человека я убил? И я пришел бы здесь среди родственников и семью. Я бы вернулся разве, если я... По-русски это называется убийца. Если я был убийцей, я бы сюда пришел? Ты что, говорит, говоришь? О, хода. Этих он человеком не считал. Вот корж Васька, за которого Гринка тут в Харькове похоронил. Видишь, на карачках. Он так хавал, и в Тобольске не за столом ни хуя, и на полу, и на койке. Да скушах в отнове, или там подстелят что-нибудь. Вася, корж. Васька, я твою фамилию долго не знал. Васька, корж, и все. Вася, все время в побегах, в побегах, в побегах. Если вор имеет шанс убежать, он должен бежать. Бежать, если даже ему месяц остался сидеть, или два дня сидеть. Хочу тебе сказать, только один побег, когда из бани, это стоит, клянусь тебе, как их колотили, я не знаю вообще, как люди могут выдержать. Вот, видишь, вы убиты. Все, да? Вы убиты. Вы убиты, что-то пришло. Только тот побег стоит вообще, ну, конечно, 100 мученических жизней. Это акт. Благодаря, это не первый. Нам посмирно... Нет, я говорю, я тут просто... Десанта Никола нам больше, насколько говорить, больше там. Сырак нас убили вообще, как мы выжили. С Исхнелли? Да. Исхнелли – это братишка знаменитой певицы. Где певица была? Сестры Исхнелли, певица. Вот эти тети его, сестры Исхнелли, певцы, были у Сталина. Да. У Сталина. И они очень любили Ираклию. Особенно одна сестра была как мать. У нее не было своего сына и дочери. И как мать она ухаживала за Ираклией. И Сталину сказали, что... Ну, это такая легенда. Ну, Сталину сказали, что давайте освободите. Сталин очень любил песни Исхнелли. Особенно Капфинди, Шао Мерцхалу. Есть такая песня. Капфинди, Шао Мерцхалу. И вот он любил эту песню и любил ихнюю песню. И вот если, говорит, мы не просим вас, чтобы вы освободили. Сталин отвечает. Сталин отвечает, что... Да, я освобожу его. Но вот это законно... Вор в законе, говорит. Вот это же пусть оставит он. Вот эту рамку. Рамку воровскую пусть оставит. О, они обрадовались, сестры. И дозвонились до Ираклия. И спрашивают. Иракли, Иракли, мы были у Сталина. И мы все сделали для тебя. Он выпускает тебе только, говорит, что-то мы не поняли. Хорошо, вот эту рамку ты должен оставить. Рамку воровскую в рамку. О, как хорошо, тетя, говорит. Когда, говорит, вы же должны сейчас спасибо сказать Сталину. Вот когда скажете спасибо, благодарно Сталину, да, объявите. Вот тогда вы передайте. Пусть он оставит коммунистическую партию. Я тоже оставлю вот эти рамки. Я попал в 49-й год. В 49-й год это был самый страшный год. Вообще, весь мир. Это тогда все. Суки, так называемые, разложившиеся воры. Ты помнишь, была? Разложившиеся воры, сука. Сучины, разложившиеся воры. Мне же это депеша показывала воры, когда писали, ну, прошу воры, сути, будь вашим вербомощником. Там, преступление отчетных воров, там написано так. Все потом они попали на Ленковый, почти все. Да, все. Только Ленковый попали. И, что интересно, там родился впервые, он и был беспредел, но беспредельный... Это же 50-й год. Встал лагерь позже чуть-чуть, Ленковый. Вот, и сейчас, когда употребляют слово беспредел, я думаю, как же это прижилось. Сейчас вся страна беспредельная. Хорошо, ладно. Я тебя продолжу. Вася, я сейчас, подожди, Вася, я еще сейчас хочу рассказать. Я попал туда совершенно молодым мальчишкой. Попал на новый, где единственная осталась группа так называемых честных воров. Как будто это парадоксально, да? Ну, как может быть, вор честный? Один раз я спрашивал его, один раз я спросил. Ирекли, кто тебе нравится в воров? И он посмотрел на меня. «Эй, Коги, я тебя знаю как просвещенный человек, ты научный исследователь, научный сотрудник, медицинер там, научный сотрудник ты». И какие вопросы задаешь? Что может быть у воров, значит, это хорошего? Никакого там хорошего. То есть целый месяц ты трудишься, да? И, значит, пот проливаешь, иногда и, как его, сысла, значит, икру проливаешь иногда во время работы, правильно? И идешь домой, чтобы зарплату принести домой, и вдруг кто-то влезет в тебе в карман и крадет. Разве можно это сказать? Это, конечно, зло. И даже в 10 заповедей это «Ара и курдов», не кради. В 10 заповедей написано это. Вот вор в законе, это правильно, это он делает очень большое зло, когда крадет. Это большое зло. Но остальное его отношение с, по-разному, как его, с обществом, средой, внешней, внутренней, и, в оджахе, значит, семью, все это отношение вот у воров в законе, говорит, это из дворянского этого наследия. Близко-близко, самая близкая каста, которая к ворам близка, почти что то же самое, это офицеры. Именно российские офицеры, русские. В 20-е и 30-е годы в криминал пришло большое количество бывших офицеров, бывших дворян. Очень многие делали это специально, преднамеренно, потому что они не смирились с поражением в войне гражданской, не смирились со сменой власти, с падением царя и так дальше. И когда открытая вооруженная борьба закончилась, они оружие не сложили, они продолжили бороться. Духовный аристократизм, есть какие-то элементы, которые в воровских законах лежат. Бывшие офицеры, бывшие дворя, они закаленные в войне, очень дерзкие, которые смотрели в смерти в лицо, которые командовали людьми, которые обладали своей харизмой, которые обладали своими манерами. И главное, они обладали кодексом чести, кодексом чести офицера. И кодекс чести был для них превыше жизни. Кодекс чести офицера – это практически то же самое, что кодекс чести вора. Единственное, что только офицеру надо отдавать честь и выполнять спущенное свыше. Воров этого нет, спущенное свыше. Никто мне приказать не может что-либо выполнять. У него было такое кредо. Если сверху, я про Бога это не скажу, это кашунство, но если сверхчеловек придет и скажет мне, что ты должен быть моим рабом, я никогда это не соглашусь и не поддамся ему. Я же жизнью не поддамся и жизнью это. Но если я увижу 10 копеек, который просит «попрощай-ка», я себя выше него не поставлю. Человек должен в любых случаях оставаться человеком. Как бы ты высоко не поднялся. Чем больше ты поднимаешься, ты больше должен быть ближе к людям. Что они и делали. Они были с людьми. Ради людей и во имя людей. Именно людей с большой буквы. Отношение к воровскому миру. Я идейный вор. Идейный вор. Я являюсь вором законе. Я идейный вор, если все сказано. Воровская идея воровская. Это и есть воровская. Быть порядочным, блядь. Главная, значит, его, главная его идея была, чтобы человек остался до конца своей жизни человеком. Чтобы он не стал мхет-сиракуя, видим, как его, зверем. Для вора самое главное, человеку глаза открыть на жизнь. Чтобы он видел все так, чтобы шел так по этой жизни, поступал так, чтобы, блядь, никто не сказал, что это негодяй какой, блядь. А если это будет негодяй, то мы тоже знаем, как с ним поступить. И поступить ни рука, ни дробь, ни глаз. А я на работе порезал, как разъезжаться было, стеклом там порезал. Ну, порезал, не про хвост, сука, не вора, избери. Финя, волочку такого питерского. Ого. Василия Фанильева. Сучился, значит, получишь. Кто-то не зарежет, кто-то как наказывает. А потом, может, ты не вращаешься за этим человеком, зачем ты знаешь, что-то негодяй. Это срок у него, значит, 5 лет и сидит в Руставской тюрьме. И вместе с ним, значит, в Руставской тюрьме был такой какой-то его друг, прошлый. И сейчас уже, это как его, испорченный вор. Он уже, как его, надзором работает в тюрьме и вор. И все знали, что это, ну, кто-то его должен был убить. Очень много так ломалось людей же ведь. В тюрьму не хотят идти, значит, будешь на нас работать. Перебегая к красным, он, например, становясь на их сторону, получается, что на их стороне появляется умнейшая голова, понимаешь? То есть, как бы наш враг уже, он делает пакости нам. Если менты, например, где-то в гашнике какой-то не найдут в камере, то такой, как он, найдет любой гашник в камере. Прапорщики не найдут, а он найдет. Из-за этого резня и пошла, за это стали их убивать. Когда он увидел это, он сразу задрожал. И вытащил это, пистолет. Держит пистолет в руках. Не подходи, а то я убью тебя. Это говорит надзор. Ну, мне уже нечего терять. И он идет пистолетом, я иду ножом. И говорит, я сейчас тебя убью. А я говорю, я говорю, ты не сможешь меня убить, потому что у тебя дрожит рука. И как только я подхожу так метров шесть близко к нему, уже я даже не помню, что я делаю. Значит, один прыжок, второй прыжок. И на третьем прыжке уже нож в это. Он тоже стрельнул и промазал. По-моему, коронование его потом, с этого момента началось. Где вы короновались? И кто при этом присутствовал? Кто имел подход? Ну, кто имел в Архангельской области. В Архангельской области? Это в каком году было? В Смечатой. Кто при этом присутствовал? Ну, это было просто там, они смысловали и с ним. Кто они? Ну, там был Витя Шлипой, Горбатий Володой, Вася очковал. Раньше, если два жулика решили, что ты подходишь быть вором, и сказать, ты наш брат, и разъехались, ты стал вором. И твое имя занесли. Накрытой. Ты пришел накрытой. Козырным фраером пришел. Ты сидишь, ты страдаешь, да. Ну, вот с ними соприкоснулся, с ними пристрадал. Они видят, что ты человек, что ты достоин быть ихним братом. Что тоже плечо должно быть рядом. И тебя тут же коронуют. И все, и ты пришел, уже ты вор в законе. Вором в законе являешься? В смысле, вором в законе? Да или нет? В смысле, вором в законе. Такого нет выражения вор в законе. В 61-е годы так стали называть вор в законе. До этого просто называли козырный вор или там свояк. Вор, он есть вор. А сейчас вор в законе. Никто не может мне объяснить, что это такое вор в законе. Если мне кто-то объяснит, что это такое, я расскажу, это я или не я. Что такое вор в законе? Я не знаю, что такое вор в законе. Так вот, Малина не принимал закон, знает, когда ему кто-нибудь молчать. Я вор, но я не в законе. Так говорил Малина. Я вор, но закон, но кон не знаю. Вор не может быть в законе. Честный, правильный вор. Он может быть вор, но не в законе. Законом являюсь. Вором являюсь. А некоторые воры приняли, приняли. Вор в законе. И вот, простите. Вор следовал. Я вор в законе. Я являюсь вором в законе. Я япончику нравилось, что его в законе называли. или этому, у которого похоронили только-то. Почему мы сильные, да? Почему мы сильные? Нас, по сравнению, допустим, со всеми другими организациями, там, допустим, профессиями, да, нас, ну, я образно говорю, ну пусть 300 душ, да, образно, так, я говорю, 300 душ. А почему? Почему? Да потому что в каждую организацию вывешивают тысячи объявлений, приглашается такой-то, мы, допустим, дадим квартиру, дадим ховер, машину, мотоцикл, то есть всяко-разно заманивают, лишь бы человека привлечь к какому-то труду, да, обманывают этот человек, работает 20 лет, ни квартиры не видит, ни машины, ничего, да, А к нам, как в ворам, тысячи людей против, допустим, хотят быть в ворами, ну и тысячи, если один достигает, допустим, в нашей семье, то это хорошо. Что касается приема в семью Воровскую, это начинается с того, что с детства ты, вот начиная там уже, когда ребенок начинает быть в сознании, в сознательном возрасте, значит, он начинает быть лидером среди своих друзей, он не ошибается в отношениях, то есть ни в чем. Потому что у меня соратники, все знают, мало ли, как я их, так и они, ну, вместе выросли, я на их глазах, а не на моих глазах, я врешь, никому не сказал, обмануть я никого не обмануть, нету такого друга, чтобы сказал, что где-то Сережа там предал, или как-то там спрятался, или обошел, такого нету, поэтому не имеет организации для людей в глазах. Он, во-первых, должен быть чисто не запятнанный по жизни человек, он должен с юности знать, что может, что нельзя, что в этой жизни полагается ему, что не полагается. Вот эти маленькие ребята, которые, он не должен ошибиться, как только он в чем-то ошибается, то есть я могу пример привести, вот он что-то там, милиция поймала, он заложил, все, из него уже ворам 13-летний возраст, 14, там, он не скажет, что я был не в сознании, там. Значит, со скольки лет вы попали в место тишины свободы? 14 лет. 14 лет. Общего срока уже отсиженного, во сколько? 31. Должен пройти определенное время, его должны увидеть. Просто так ты будешь блатным, ты можешь и умереть этим блатным, но не общаясь с ворами, ты этим вором никогда не станешь. Ты должен общаться с ворами. Развивать наше общение, это наше богатство. Вор тебе что делает? Он будет твоим протеже, чтобы принять тебя к свою семью. Конечно, если ты пошел, рекомендации за него дал, перед массой воров, ты привел и говоришь, вот этот человек шагает, на моих глазах там был, там был, там был. Я считаю, что он созрел для того, чтобы принять нашу семью. Я за него отвечаю. Заводит своего протеже и начинает, как так называем, подход, делать подход. Заводит своего рода. Если у кого-либо из всей вот этой ситуации, из компании этой, есть хоть какая-нибудь причина назвать, чтобы он не был бы, он называет. У него были неровности по игре там или по жизни где-то что-то. А если нет, то он уже становится вором и становится членом семьи. Если приняли, значит, ты перед семьей, ты в ответе, только перед семьей, не перед кем-либо. И твою жизнь решать будут твои вопросы, только они. Вот так орановались воры. Сейчас упростилось с одной стороны, но с другой стороны есть такие варианты, которые нельзя говорить на камеру даже. Сегодня есть такие воры, которые не знают, как баланда пахнет. Что такое на отводе воровать, что такое на посадке воровать, что такое шкула, что такое карман. Они этого не проходили, да? Есть такие категории воров, которые по полгода где-то посидели. Некоторые вообще нигде не сидели. И вы вор в законе? Немало? Может, и вы вор в законе? Конечно. Судимаем. Нет, не судим. Как он вор в законе, если он не сидел? Вот так он вор в законе. Множество таких воров... Не считался? Да. Да, раньше нельзя было. А сегодня он делает для воровского мира столько всего хорошего, что сидел он или не сидел, это не имеет значения. Может, я лишнее сейчас скажу в камеру, но многие становились вором только за деньги потом. В советское время воров ломали. Я не слышала раньше, что такие воры в законе, там дома такие, там то. Да, они жили чисто вот так вот. Тогда не хотели так многие, не стремились стать ворами. А как только пошло 90-е годы, эти перестройки, воры в зоне сидят такие, менты с ними за городом смотрят, и все это, все. Тут уже полезли, все захотели стать ворами. А вон из тех, которые не ради денег, а из которых и деньги были, хотели власти. Вот именно ворами становились. Об этом история умалчивает. Никто вам никогда в жизни об этом не скажет. Понимаете? Но если он с именем, ты уже это имя никак не перевернешь. У него корона, у него имя. Вор, попробуй ты пойди, скажи, что ты за деньги купил или так купил. Завтра без головы останешься. Имя не дается пожизненно. Это тебе дается имя. Это просто то, что ты находишься в данном случае вором в законе и вправе решать и способен воровские вопросы серьезные. Многие, конечно, развенчивают, снимают, ответственность короны лишают. И по-разному, и по-разному, и по разным причинам. И в разное время, и в разных местах. В 2002 год был. Тут всем известная тюрьма была. Она сейчас уже поломанная. Называла Губерская Твилисская тюрьма. Значит, сидела, сидел этот Ломтадзе Црипа, сидел Гегенава и третий, я не помню. Они втроем сидели. Все втроем они были наркоманы. Они кололись. Ну, как воры, они держали общак. В тюрьму зашел Коба Шемазашвили. Коба Шемазашвили. Шарваса. Он попросил этот общак. А там не хватало денег. И никто не мог объяснить, куда были потрачены эти деньги с общака. Из камеры вышли оба. А потом звонит этот гэт. Как его? Шемазашвили. Не умирали. Я говорю, Гегенава звонит, говорит, грезу лодки по неделю. Помоги, Гегенава. Как я помогу? Ты из камеры вышли. Как я помогу тебе? Три тысячи долларов. Они покушали. Они марфинисты были. Съели. И потом Коба Шемазашвили их. Раскороновал. Раскороновал. С концами. Такие вещи с концами раскоронуются. Сегодняшний день тоже они... Не являются. Не являются. Обычные граждане, как и все другие. Это хорошо, если так. Некоторые их вообще за... Некоторым по ушам дают так, что за поступки. В центре Москвы сегодня был убит вор в законе Аслан Усаян. Известный в криминальных кругах под прозвищем Дед Хасан. Него выстрелили, когда тот выходил из ресторана на Поварской улице. Один из русских мафиа самых известных фигур, Гранпа Хасан, был убит в Москве. Он был убит в широкий день, в центре города. Российские инвестегистры следят за убийство, который гонил down a reputed моб boss outside of a restaurant в Москве. Авторитет говорят Аслан Усоян был убит в голове. Усоян, имя, отчество еще? Аслан Рашидович. Национальный. Езиад. У нас нет своего собственного государства. Грузия для нас. В Армении кто живет? Армения. В России Россия. Даже сейчас в Африке есть езиады. И Австралия есть. Но нас, когда не знают, то по нации. Вот говорят, ези, да? Эй, это что за нации? А когда говоришь, что дед Хасан, он езид с нами, уже обращается к уважению. Не так дадят уже, как говорят. Мы слушали это священника. Правду говорили, неправду говорили, это Бог видит. Мы обязаны подчиняться за то, что он религиозное лицо, как оно есть. Я хочу видеть за этих ангелов, за того святого духа, который не всегда подчиняется тому, что мы сегодня в этой храме. Это святой дух, который объявляет все существующие в где-то белом свете. Пусть каждый вложится на свою веру и свою Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Деда, знаешь почему? Я, Люба, спел эту песню. Деда родился в Грузии. Он в Грузии родился, может 62 года назад, 63, мы не знаем. Дед один знает, и никто не будет говорить. Он сам знает, когда он родился. Дата рождения? 37-го года. Полная дата. Как? Полная дата. И 27-го года. Место рождения? Город Министер. Это Грузия. Грузия, как всем известно, это страна воров в законе. Почему? Вот весь мир об этом знает, и об этом не надо скрывать, что большинство всех воров выходцы из Грузии. Почему это? В Грузии на каждом шагу воров живет. В Грузии нет такого человека, ни профессора, ни доцента, ни хирурга, ни одного человека, который не знаком с воровами, потому что у него каждый четвертый сосед вор. Я, когда был маленький, дядя Хасан жил. Вот, пойдемте, я вам покажу. Вот в этом доме он жил. Здесь мы, когда мы маленькие, я тут жил, с соседами были. Вечерами, когда были, выходили, разговаривали, шашки играли, шахматы играли. У него с дочкой сын, жена была, не знаю, сейчас я их связи не имею, я ничего. Так, теплый мужик был. Когда он куда-то уходил, все время звал меня и говорил, что Семен, завяжи мне галстук, никто не может завязать галстук. Я завязывал галстук, и мы так, и мы с ними дружили. Все начинается с улицы. Вот Тбилиси, Кутаиси, Батуми, там это. Все начинается с улицы. Воспитание, если уличный человек воспитывается, он учится как раз вот этим, а где мы воспитывались. Мы же тоже, как это, ребенок будет воспитываться, не выйдет во двор погулять, да? Он выйдет погулять, и там что он встречает? Встречает вот эту идеологию. Что это хорошо, что такое хорошо и что такое плохо. А что такое хорошо и что такое плохо, разбирается все воровской идеологией. Было такое, да, что как будто престижные это было, и воровские эти все, и в Тбилиси растешь, да? Поэтому, если бы он был такой, а, такой, ну, может быть, ничего. Но раз он был во всех отношениях, значит, не, это как его, положительный, сильный и способный, и эта улица его захлестнула. Был такой вор, Буча-Буча Решвили, и он проходил, он взял по соседству, они проходили, воры собирались все. Когда мы маленькими детьми бегали... Они учили детей. Сынок, говорит, ты... Когда тебе будет голодно, ты лучше укради. Работать не надо. Щенок, ты хочешь работать? Ты не глуп, а умные люди не работают. Нам же нечего есть, не нужно найти работу. Учись красть. Красть? Нет. Что вы? Нет. Нет. Да, да, ты будешь воровать, будешь красть, грабить и убивать. Так я, слышишь ты, все же лизнь. Вором являетесь, повторяюсь. Да. 50 лет стажей мой, я же не могу быть рабочим, где полк. Он старой локалки, тоже Хасан. Вот этот случай, вот этот вот, с этой стрельбой подвел черту. Кому пришли, с него есть, спросили за это. Как ты мог позволить, как ты мог организовать. Ну, о чем при чем? Ты же был здесь, почему тебя не убили, других убили? Ну, это же трусость, ну. Трусость, это самая плохая чета человека. Полшан получил, потом уже вором не был. Пришли в 55-м году туда 1200 человек. И в 56-м году на Воркуту прожило тоже 1200 человек. А так этапы не шли оттуда, грузит. Ираклии должны были или в Руставецкую еще в тюрьму опять, или в Россию, в Россию, в лагерях. Ну, я был тогда молодой, думал, что, а, в Россию пойду, приключения искал. Молодой был парень, ну, был 19-20 лет. Я думал, сейчас приключения искать. Я сказал, я иду в Россию. Я же грузин-то воров много знаю, тоже, блядь. И, походу, это дарцами лежат грузин. Да и много, блядь, блядь. Вкрытие особенно, вкрытие же был. С кавказцами-то. А почему к кавказцам отношусь, я так же уважаю. Они за нас, блядь, выходили под вышаг. В 70-е, 60-е годы, когда Хрущев объявил войну и сказал, я вам последнего вора покажу, на 22-го партсъезде. Он объединил, ну, как, Гуин разделил на части. Ну, и вот ты живешь здесь, совершил здесь преступление. Здесь будешь сидеть. Хоть ты с Москвы, хоть с Ленинграда. Слышал, такой был Умбер, Мусараева тоже зарезали. Валикоса Мушия. Нет, я не вижу. На Воркуте тоже был, на Мульде-то был. Он... Ну, куда вы ездили, блядь? Город-то как? Сухуми. Да? Сухуми. Сухуми. Сильный человек. Сколько было на тьменов и грузин, и армян, и вы... Не с тем, блядь, а с бриллиантом душа в душу жил. Вот кто российскую кухню не проезжал тогда, при коммунистах, уже скутались, тоже отправляли по Советскому Союзу, российские лавиа. Ну, кто там откупался, хотел оставаться там, в Грузии. Их как-то косо смотрели и считали, что они все равно не те альтерицы. А вот эти люди, которые горе охотнули в России, там проезжали, вот это, бьющий Советский Союз, там Крытые, там спецсульные. Крытые были такие, как Тоболь, Золотоуст и Владимир, блядь, и честный человек, он, блядь, даже не вор, а сколько воров умерло в этом Золотоусте, больных, сколько воров, блядь, заказнили, блядь, в этом Тобольске. Крытые все отвозили на 2-3 года, ну, срок, если большой, могли еще раз отвезти. Представляете, ванной крытой, ну, до 20 воров сидят на этажах, там, 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 друг друга не видят практически. Было ужасное обеспечение. В Российской Федерации там есть зоны такие, которые, например, там очень суровые законы, и вот они постоянно там, они в карцере сидят, исходя из того, что они не подчиняются законам администрации. Не подчиняются. Обычный человек, ну, подчинится, он может там подместить, там, он что-то там провести баланду, там, еще что-то там сделать. Вор не будет этого делать. Ты не будешь работать. Раз тебя посадят в изолятор, второй раз посадят, третий раз на одиночку тебя дозащит, а ты опять не выходишь на работу, тебя отправят в скрытую. Ша в сторону, карцер, ша в сторону, карцер. Я там тоже, блядь, не одну сотню изоляторов просидел за 6,5 лет, блядь. Вот и все. Их всех свозили в одни хаты, и вот они там сидели и страдали. Обычно в изоляторах везде пень, блядь, вмонтирован. Пень. Да. Сидеть. А там даже нет. Не было пня. В 5, блядь, подъем. Подъемы, да. В 11 отбой. Да. И не сесть, не лечь, и ходишь, блядь, вот он. Да. Пол сырой. Такая не вода, а каша бы ходит. Да. И слепому, блядь, один шрифт, блядь, второй-то, вот, смотрел выше, когда был. Первый раз он при мне уехал, 25-го, на декабре, в 75-м, в газы. А второй раз без меня, ему кристаллик нарушили. Слепой, по стенке ходил, не сидел, блядь, я представляю. И 45 суток отсидеть, блядь, вазаряк, да ни одной, бай, постояли раз. Как Захар рассказал, я говорю, то ли, блядь, блядь, слезы, блядь, цикли. Только придется, говорят, опять, блядь, идти, ну, блядь, 45 суток сидит, придет, блядь. И нихуя лишенный, блядь, и ларька, это 2,50-то, блядь. Ну, менты тогда старались таких, таких уничтожить, специально давали указания. Их преследовали, сильно преследовали, их развозили, увозили, морили на этим соликам. Соликамский там и прочее разное, это что, шутка, что ли? В Соликамске пересылка, там же больница центральная со всех режимов, со свободы, даже кто на высылках, уиселках, на операции везут. Вот это, где пересылка, только отгорожено. И где лебедь называется такой, если слышал? Привозили тап, вот 50 человек неугодных собрали на Соликамске, на профилактику. Поехали. Три месяца туда, три месяца там под замком, со всеми выходящими, что там было. Там длинно можно рассказывать. Ну, люди сидевшие знают, что такое Соликамск. И оттуда он приезжает. Ну, с 30, 10 возвращается нормальными, остальные с опущенной головой назад в зону приходят. Специально менты это проделывали. Соликамск, это всесоюзная ломка была. Одна противня вот эта, которая, блядь, сдогубила ворога, блядь. И вкрытых, блядь, и у хозяина сколько ворог зарезали, пидорасы, фуфлы влете, блядь. Вот есть такие, сейчас не буду плохо выражаться, где людей ломали. Вот даже вот эти вот люди, да, которые оскалы, озлобленные, наоборот. Когда-то воры его жизнь сломали, или он деньги проиграл, во время не сдал. Некоторые воры там самоубийством заканчивали, если их заставляли делать то, что не по-воровски. Почему они это делают? Не по-воровски, когда ты делаешь, ты теряешь корону, и ты становишься автоматически, ты становишься не вором. Гугава, Джумбер. Я не собираюсь против администрации пойти. Его заставили там сделать, его администрация, заставила сделать там, помыть полы, помыть туалет. Из-за суровых условий, видимо, не выдержал. Ну, человек, мы все люди, и все совершаем ошибки. Он совершил, но такую ошибку уже воры не прощают. Это живые люди. Живого материала сделан человек. А вы это, как можно вам сказать сейчас? Ломались. Конечно, ломались. Что-то хотели сказать? Живому мужику. Далее. Отсказывай. От чего имени? Говорите конкретно. От традиций. Каких? Все. Вот он взял и сказал, все, я не вор, я Егор. Вот я последнее время был в Владимире, когда, блядь, премьер, это уже 60 лет было, блядь, буду. Эти, как ты называешь ее, воры, я их Егоры называю. Да, их по-подному, как ты называешь, не буду называть. Их убежало, когда начали, когда бриллиант сидел по 45 суток. Убегали к ментам. Все. Вот они их прятали. Вот она, сука, вот он, все. Он пожизненно будет им. Я хотел бы здесь сказать об одной ситуации, которую мало кто знает. В 70-е годы, мне рассказывали работники ОИТУ, произошла неожиданная вещь. В колонии приехали сотрудники КГБ, секретных подразделений, которые встречались с ворами законного службы совершения преступлений. Причем на анистрации ОИТУ было, как и лишь, запрещено вмешиваться в эти беседы. Для меня всегда было загадкой, что произошло тогда в 70-е годы, откуда возникли разговоры о том, что воры в законе старой формации и новой формации сотрудничают с властью. Я с ним год 8 месяцев пришедел с бриллианта в пятой камере в подвале. 22 изолятора окружали. И вот бриллиант по 45 суток сидел в изоляторе. По 45 суток без выхода. Это когда на него напишут рапорт в изоляторе. Вот Вася, когда им стал уже мешать сильно, они взяли его и удавили. За что бриллиант-то убили? Я же знаю подробности. Юра Баранов, который вот в Москве, а то он его хорошо знает, нашел, где и как убили его. Так вот, слушай. Был он на Урале. Лопатки. Слышал такие лопатки? Там шесть особых было тогда. И там с прогулки шли, и мусора побили на прогулке. Хороших людей побили здорово. Большая часть, не только кто в камере там сидел, по пять человек там в камере. Докрытники. Объявили голодовку, присоединились многие еще. Присоединились. В зоне, в зоне, в лопатки. В зоне. Мусора приходят в бриллианты и говорят, Вася, вот так и так, что объявили. Когда Москва узнала, Москва-то, управа-то берет муторов, блядь. Тварь, что уже голодует около месяца, блядь. Вот бриллиант, бриллиант говорит, а не раз, а второй, бриллиант говорит, пошли вы нахуй, блядь. Я-то при чем был. Если вы не можете остановить. Вы наводите порядок, блядь. Шимай-то. И бриллианты отправляют вперед, в тюрьму. В тюрьме он сидит два месяца в тюрьме. Бриллиант. Куда его сунуть? Куда, где хлопает его, блядь. Отправляют его в Суликанск. Строили этот белый лебедь Суликанск, для того, чтобы воров ломать. А туда Васю бриллианты привезли. Легенда преступного мира, естественно. Того начальника, который был в то время там, у Ина. У него там вообще амбиции. Вертолетом везут бриллианты с Перми, с Суликанск. И уже подъезжая, вертолет полетает, передают его. А там Шмицарев такой был, генерал, хозяин. Старая произвольная рожа, сука, когда я принял, блядь. Генерал, начальник управления Шмицарева. И перед Суликанском, когда что-то там мусора начали, и он там, ну что он там сказал, мусора его в вертолете избивают. Но избивают-то, блин. Не так, что сразу наглухо там. И передают его на пересылки. Вечером там выгружают это, а в 5 часов его. И кидают его к полю. И его задушили. Так он только услышал об этом. Он забежал только вот на Белый Лебедь. Утром забежал в управление, как пришел, узнал. Прямо прибежал на Белый Лебедь. Ну кому тут руку пожать за Васю Бриллианта? Если у администрации, если у власти есть умысел, уже убрать. Уберут. В 5 дней. Любого. Просто его привезут в такое место, где его пока не узнали, и быстренько уберут. Откроют хату, и суки зайдут, уничтожат. Я всегда привел пример, я говорю, вот случилось бы вам умереть в один день. Одному там начальнику я говорил, когда тоже за Васей стал говорить. Я говорю, вот случилось бы вам умереть в один день. Разница между вами такая, что Васе бы на похороны десятки тысяч людей пришли похоронить. Искренне пришли бы. Не нажраться на поминках, а просто именно увидеть в последний раз человека, попрощаться с ним. миллионы бы пришли. К твоей бы пришли, твоей сослуживцы и родственники в лучшем случае. На 9 дней его бы поминали, Вася Бриллианта, также десятки тысяч людей поминали бы. Тебя бы вспоминали уже, только родственники, даже сослуживцы бы уже не отмечали. Только родственники. А 40 дней, половина родственников бы, я уже забыла, что-то такое был. И в итоге, Васю еще десятилетия будут помнить люди, даже по разговорам. Она слава, о нем говорят люди, значит, человек что-то стоил, значит, что он этого достоин был. Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни. Она чище, чем вся ваша государственная конюшня. Сегодня вы нас в петлю толкаете, а завтра, когда мы уйдем, удавка затянется на вашей шее. Я не случайно парюсь в одиночке, сижу без грева, а все потому, что хотел собрать общий сход. Братва должна понять, что нам грозит разложение, нас хотят натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? Похоже, с запада. Видно, опасаются нашей идейной сплоченности и хотели бы нас разобщить. Сиволапы топтали зоны, потом двинули за кордон, а там сообщили, что значит в России сила нашего братства. Вот вспомнилось. Я встречался с Буковским на централе во Владимире. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов. Но у нас нет хозяев, а у них все хозяева на Западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим, и теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кость в горле. Умер он, сидел 35, 35,5 лет, знай, без выхода. И погиб. Ему оставалось, блядь, год один месяц. Сел ему, как в Таратовской области, как его город, блядь, как его город-то, сколько забыл. В 49-м году, 28 октября он сел. Можешь подсчитать. Когда он приехал, в общем, вот тогда милиция, они хотели, знаете, вот, хотели завербовать вот таких личностей, как был Геракли, потому что он во всем Советском Союзе был, наверное, на пальцах можно пересчитать таких авторитетов, да, в законе, ну, хотели завербовать. В каком отношении, что он, мол, ты будешь, все, только один человек будет знать, что ты и он, остальные никто ничего не будут знать, и у тебя будет двухэтажный дом, Волга, тогда Волга в моде была, и все, все, и деньги, все будет, только ты нам будешь передавать, значит, сотки. И Геракли им ответил. Это что вы сейчас мне предлагаете? Мне это предлагали четыре, пять раз. Предлагали. И тогда я не пошел на это. А почему сейчас вы думаете, что я на это пойду? Мне это, они ответили, полицейские, не полицейские, а милицейские. Милицейские ответили, что тогда у тебя не было собственной семьи, собственного сына, как сейчас, Волга, например, вот, не было. И ты был один, отвечал только за себя, а за семью не отвечал. Поэтому, сейчас ты, если ты не пойдешь на это, что мы сказали, да, мы тебе дадим полную катушку, полную катушку, и ты просидишь еще, вот, еще 10-15 лет. И ты не выйдешь из тюрьмы, фактически. Тогда им Иераклий ответил, и вот этого сына, которого ты так дорожишь, и так ты любишь, у этого сына не будет отца рядом. Вот, поэтому мы говорим, тебе такое предложение делаем. А Иераклий им ответил, такого отца, которого вы мне, ему предлагаете, чтобы вообще не было лучше, чем был наяву такой отец. Понимаете, он так и ответил, да, такого отца лучше, чтобы не было. У них и жены есть, у них и дома есть, и машины, и богатство есть. У них есть некоторое все. А некоторые есть, у которых ничего нет. Есть там родительский дом, и все. Как раз в 70-е и 80-е годы, когда вот это вот было все разделение, старые, которые еще жили, четвердашники, они еще сидели, они же тоже писали и говорили, и так, никто не приезжает, никто не смотрит, никто не видит. Там, если попадало, что-то туда. Ну, и вот так же они своим писали, те своим писали. И вот начинались трения какие-то. В 70-е годы, в 80-е, эти, уже они, вот эти устои пропали у них, понимаете? Вот воровские, значит, моральные такие устои пропали. Когда он вышел из Златоуста, я помню, тогда цеховые дела были в Габаку. В конце 70-х годов было обращение цеховиков, потому что начали уже их обдирать. товарищ Златоуя, он не виноват, что он стал нашим другом. Да. У него и профессия позволяет. Тогда было принято решение обратиться к ворам уже на честной основе, чтобы уже знали люди, что да, мы имеем и можем даже оказать какую-то помощь кому-то, что-то. Ну, они решение приняли, и вот сходка была здесь масса ворогов хотя бы 50. И со всего Союза приехали цеховщики, и конкретный был разговор, что доля будет платиться. А знаете, что они хотели? Я вор, я должен сидеть, и кто-то меня принесет. Никто тебе не принесет, это не пенсия тебе, говорит. Вор, ты должен, если сто лет тебе будет, ты должен или бросай. Бросай, пожалуйста, по-хорошему отходи. Ну, кто не считал, что это неправильно, значит, он не прикасался. Вот, если вор, он сядет, например, он будет сидеть и будет заниматься, например, разборками коммерсантов, например, а другой вор встанет, и он пойдет, он будет сам наворовать. Вот, Иракли, когда вышел, он не хотел ничего, он по-хорошему отошел, по-хорошему отошел и сказал, я отхожу по-хорошему. Какое ваше дело, кто деньги там сделал, что производственные там или совещанные или что? Вор, вор, если вор, если не вор, а отходи. Какой ты вор, ты падал? Как они, они лист продают этот, как он назывался? Лаврушник. Лаврушник. Ты лаврушник, какой ты вор, блядь. вор, самые сильные воры в России. Самые сильные, потому что это воровское, жизнь там была, очень сильно развита. И когда они сказали, здесь грузинские воры, когда им отсюда, Сивикера, Гаукзоны, Когда они послали, значит, послание этим ворам и сказали, что как нам поступить, мы не знаем. Вот вы скажите, русские воры. Они ответили, у нас там есть иракли, ишхнели, и мы ему все доверяем. Несмотря на то, что он сказал этим ворам, я по-хорошему отхожу, потому что он был честный. До этого никогда в жизни Сахарщикову никто ничего не брал. Воры не брали никогда. Они жили своей воровской жизнью, они крали. С игры шло, с кражи шло, и по сей день. Сейчас немножко, может, поменялось положение. Не знаю, но сейчас берут со всех, кто дает. Вот это как сейчас, да, за деньги и все. Жажда наживы, этого не было. Была справедливость. Раньше вот воры, воры старой формации по-другому жили. Справедливо они жили, понимаете? Соблюдали все воровские традиции. А сейчас эти молодые, наоборот, они живут. А вот тогда уже все на деньги перешли. Все, это, как его, меркантильные стали. Которые в нефть залезли, в бизнес залезли, лотки расплодили свои, да. И вот они управляют. И с правоохранительными органами, так сказать, взаимничают. А сейчас, значит, от воровских традиций отошли, так как, значит, молодежь тут совсем по-другому себя ведет. Да, я не согласен. И когда его хоронили, когда на его похороны пришли его, вот эти русские друзья. Один был из Магадана. Один был из Магадана. Колька Магаданский был один из Магадана. Колька. Один был Васька Псих. Он был из этого, из этого, как его, Украины, Харкова. Слышал, такой был Птих, Васька? Ну. Слышал, нет? Слышал, да. С 16-го года он был Птих. Много прожил. Умер он в 84-м году, 14 января. А в Гуванье там просидел сколько. И под расстрелом трижды был, блин. Был из Тулы, Тулы. Был Юрка. Такое слово, Юрка Говнюк, так называли его, да. Говнюк Юрка Стаханов. Слышал? Слышал? Ну, Балюш. Левопатули Говнюк Юрка. А Картава его, где вот это, свозили вора в 55-м, 50-м, в 64-м, 50-м году на Чикотку, где резня была, в блядями, там, ну, это длинная история, блин. Опять запишут, в фильм попоешь, Юрк. Вот эти законные воры, они, когда приехали, когда на похороны Ираклия, когда они приехали, они, знаете, что сказали, вот нашим ворам, вот этим, Тбилисским. Что это, говорят, вы ворили, эти, как говорят, буржуи, говорят, фашисты. Волги, дома, э, что за воры-то? Ворга должна быть, нет, тулу падение, даже дома ничего не должно быть у воров. Вот так, им сказали, вот эти русские. Люди живут, некоторые хорошо, некоторые плохо, а быть бродягой, да, они считают, что может быть, это уже, уже неправильно, наверное. Пошла и счастлива, в долгих лет жизни и маленьких богатствах, без богатств очень плоховато. Ну, Хасан один из тех фигур, который любил жизнь роскошную, который всегда, даже когда был бедным, самым бедным, даже когда сидел, страдал, всегда мечтал жить очень роскошно. Аслан Усоян Рашидович, он с 80-х годов где-то... Он в Грузию не приезжал. В рабочих вариантах у нас никогда не было с ним какого-то... Мы его не видели. В поле зрения правах у нас никогда не попадал, потому что он уехал. Во время еще правления коммунистической партии здесь. Он когда уехал в Россию, с тех пор он сюда не появлялся. Но все воры, те, которые в то время уехали, все начали потихонечку сюда... Все приезжали. Все приезжали, кроме него. Вот я живу в Грузии уже 40 лет. Я его не видел. Здесь не видел. Воры, у которых отклонение в жизни, но в данное время находятся ворами. Расаян Хасан Тбилисский. Он в данное время вором сидит в Омске. У Хасана большой разговор, так как при нем убили вора Лимону, а убил Тбилисский Ишхан. Говорят, Ишхана зарезали. Простить воры не будут, когда все выяснится. Хасан говорит, что у него не было возможности убить Ишхана. Есть люди, которые утверждают, что у Хасана была возможность. Это их неписанный закон. Он этим шансом не воспользовался. И у его коллег была резкая причина, чтобы лишить ему короны. Также ходит разговор, что когда он сидел в Тбилиси, в Овчале, он поставил такое положение в зоне, что воров не запускали. Он там по-своему диктовал. Если там кого-то другого вора, там как его, завели бы. Завели бы, там его сразу там, администрации говорил бы, и его сразу убирали оттуда, понимаешь? Этапировали. В другую колонию. Хорошо, один был жил, один вор, понимаешь? В 80-е произошло то, что в Тобольске все воры, масса воров. Там ни один, ни два, ни три человека. Одесса, 20 человек. Фраера, мужики, которые там сидели, да? Они говорили это, твердили хором еще в 80-х, что он не может быть вором, потому что он плотно сотрудничал с администрацией. Вот он пошел в черной масти, а потом вдруг начал с ними сотрудничать. Все там написано, если ты так будешь делать, то пойдешь домой или когда-то на УДО пойдешь, туда пойдешь. Лишь бы мы были живы, здоровы, были бы на свободе. Как я знаю, от старых воров, которые воры, вот, ну, скажем так, последние магиканы, которые вот просто Чик-Чик, Агурам, вот, которые еще, ну, Минагу, вот, старые воры, короче. Они говорили, Байко вот этот, Сергей Кокотелазов Николаевич, Арсуан Песня, короче. Они говорили, что в Тобольске он, ну, подписку давал. Юра, не надо, ты жизнь проживаешь, бля, тебе уже в родстве такой возраст. Вот другие, вот, боишься, и придут гласности, блядь. Ну, хорошо, знаете, тебя простят, а другие, вот, которые сегодня, бля, стреляются между собой воры, блядь, и сделают тебя перед смертью инвалидом. Да пусть я и так инвалид, я первый, у меня первая группа. Еще ходишь. Эти люди, вот эти люди, которые обращались там или ворам, или там положенцам, или там, ну, кому-то это сказали, слух громче, да, где-то, эти люди каким или иным способом пропадали. Хасан, находясь в 80-х годах в Крытое Тобольска, был под вопросом, то есть под сомнением. А освободился, быстро нашел поддержку среди некоторых воров за счет наркотиков и денег. Наверное, все знаете, что большинство воров в законе, они употребляют наркотики. Если бы воры не кололись, было бы больше порядка, понимаешь? А когда уже... Ну да, разговор-то такой, знаешь, давай... А когда колодцы начали, это уже... У каждого человека свое чувство. Кто-то пил, кто-то колодцы, кто-то курил, кто-то таблетки глотал. Ну да, что у вас? Что это? Парашют. Что за парашют? Герои. До 50-х годов очень мало было. Редко кто кололся. Ну, и то так кололись, и там, знаешь. Усамыска тоже кололся, но вот он только может в месяц раз укололся. А так, а уж в последнее-то время, идет на работу и уколется, и он не может, встанет, за штангу возьмется и спит. Наркотик, употребляйся. А вы его употребляете? Не. А вы? Ну давай, наркотик. Наркотик – это такая тема, что люди, ну, попробовавшие ее, да, уже не откажутся никогда. За что задержан? За зараж еще. В зоне наркотиков, это было элитное состояние, элита колол. Вы ранее были судимы? Было, было. За что? Какая статья? Было, что-то в 2009-м было. За что? Что-то употребление там, наркотиков, что-то было. Состав какой? За что сидели? За наркотиками. В чем вас обвиняли на этом суде? Потребление и слабленные наркотики. А в 90-е годы он разъезжал по России в окружении своих приближенных. Город Хлебский город, который хотел там из-за нового населения, но люди приезжали, туда басовались, и этот город станет в роде их второй. Мы не имеем права обойти этих людей и выпить за них, внецельных за всех наших краснодарских друзей, которые отсутствуют, которые в командировке, кто-то за горнити, кто-то пошел, а вы зарабатываете, кто-то пошел, а вы заплатите куда-то, кому-то, чего-то. Это нормальный день. В Грузии, честно говоря, тут воры как бы больших денег и не зарабатывали. Все деньги, что кто-то заработал, это заработали в других странах. Что в Краснодарском крае, что в Свердловске, что в Сибири, что в Хабаровске, везде. Вот в Кыргызстане, Казахстане, там вора-то, на все не было. Вот все славянские воры, которые считаются авторитетными ворами, всех короновали, почти 99% грузинские воры. У Хасана была одна черта. Он всегда старался обиженных воров к себе подвести, которого обидела та сторона. Прежде чем что-то сказать, всегда нужно подумать. Подумавшись, сказал, обязательно нужно делать. Деда, этот стакан, Саваровскую мазь, если Серый не поднимет, я, пожалуйста, Савару подниму. Я надеюсь, ты подведешься. Давай, давай, Серега. Давай, давай, давай. Давай, серый! Есть такое! Это фарфор! Снимай! Деда, за тех людей, которых с нами нет! Дай Бог! Деда, что такое? Человеку седьмой десяток фармер засунули и стоит отсюда перехлёст! Я сейчас не могу достать, он в колесе не пойдёт! Волк! Посмотри, братух! Поднимите! Не поднимите! Герман, он идёт наискось, посмотри! Ободок сверху идёт! Короче, мы тебя поняли! А что понимать? Просто... Герман говорит, че? Банны! Атёмович, ты сделаешь всё, что ты можешь! Красиво, приятно, по-человечески! Ну, когда, знаешь, меня выгнали со школы, и ты другой школы директор, и ты меня к себе подобрал, и мою фотографию повесил на доске отличников, я тебе всю жизнь благодарен буду! Не, рантик тоже оттуда, рантик! Наш столик будет руководить мой лучший друг, один год друг, друзья, называется его Шмо Хасанович! Шмо Хасанович! И я хочу, чтобы он руководил наш столик, и вы можете восхищаться его талантом! Я вам спасибо за доверие! Желаю вам всем провести хорошее время, красивое время, погулять другому! Спасибо! Ну, он столько умный, рантик! Его знает весь союз, и знает только с хорошей стороны, так доброго и не кровожадного, в отличие от некоторых. Он всегда старался все случаи свести на доброе, на хорошее и на мировое. Что ему удавалось? Честные слова ему говорят. Но сегодня мы стоим перед фактом, что рантика нет с нами. Прошу, пожалуйста! Сергей! И тоже выпил сейчас за близких друзей, которые приехали в педали, в расстоянии. Педали, скажи! Педали за тебя выпил! Нет, нет! Не знаю, что ты не благодарен за тебя! Нет! Я не знаю, что ты не пропал! Ще щель сама думает, что ты не пропал! Она была в соседнем! А почему вы себе позволили? Почему вы не везете думаете? Почему вы везете в городе? Тот же Дьяполн же не просто в город законе, он очень богатый человек. А по этим понятиям он, естественно, мог испортиться в наше время, правильно? И поэтому, видимо, ее ошибка-то была его. Его поведение, скажем так. Деньги меняют человека. Даже их власть меняют. Человека не бери. Я не понял, какого-то. Я с чего и укор вам, сын. Законный вор. Сулин. Практика, просто сада. Практика, просто сада. Может быть, да, все. Да, деньги – это очень большая беда. Так же есть. Все говорят, что… Да и даже сами воры говорят, что он являлся одним из богатейшим человеком. У тебя там в движении все есть. И жена, и дети, и все. У меня в Америке больше. Я знаю. В Европе подавно. Я хочу сказать, что… Все есть. Я заобращал всех удавов, что я на сто раз богаче. Он любил неправильные поступки в воровском мире. А если посмотреть с иными глазами, человек хотел жить хорошо. Он любил коррупцию. Все. Больше ничего. Никаким вором он не был. Он уже, наверное, сам устал от этого имени. Вор, 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 вор. Бил он когда-то одел эту корону, и с этой короной он проплыл туда, проплыл сюда, и все. Уже корона сжала ему, понимаешь? Корона, когда жмет, это плохо. О! Вот это там! Это шапка тяжелая была. Хасана якобы развенчали? Ну это… Да, правильно. И были для этого основания какие-то? Да. Правильно? Когда у него сообщили, как деньги, большая сумма. Там не 500 тысяч долларов, не миллион, не два. Миллионов 19-20. Они свой наркотрафик там строили, хороший, параллельно. С Казахистана, с Кыргызстана. Был тут вор такой, да Рудик, Рудик. Ну в Москве Рудик был, бакинский армян. Даже стрелили в кабакеты которого. Рудик это был патриарх воровского мира, практически. Кто его не знает, кто многого не знает. Армянский народ, где бы ни был, в Москве, здесь, Ереване, Пятигорске, где бы ни был, гордятся вам. Рудик-то не очень старый был. Ему еще, блядь, 50-то не было, наверное. Я-то слышал, блядь, этого Рудика-то, блядь, его. Ага. Бакинский Рудик-то. И он самый казвенный вор был там, в Азербайджане. И не только он. У него еще и три брата были ворами. Они все разные были. Они все были разные. Честно говоря, вот жили в одном доме, и все были разные характерами. Рудик, он у нас, хотя и был третий ребенок в семье, но вот по его складу ума, по его серьезности к жизни и понимании этой жизни, вот он считался старшим. Что касается Вовика, Вовик у нас, он как будто родился со своим именем. Вот это настолько было очевидно, что он будет тем, кем он стал. Что когда порой задают вопрос, а когда он им стал, мне трудно на это вообще ответить. Потому что, мне кажется, со дня рождения он такой. Копехов родился на шести палы. У него на двух руках по шесть пальцев было. Потом в 16 или 18 лет один палец оперировали, который здесь, он ему мешал. А который здесь, между пальцами, он ему не мешал. Он так с ним и остался. А потом вот так вот жизнь сложилась, в 88-й год. Вот эти события в Баку. И вот судьба нас разлучила. Ну, Рудик сначала приехал сюда, в Пятигорск, в 88-м, когда в феврале все это началось. Местные тогда, кто здесь гулял, им было, он им был не нужен. Они поняли, что они погаснут рядом с ним. И, нет, нельзя прописаться, нельзя все такое, он уезжает в Ташкент. Начинают жить в Ташкенте, потом в Ташкенте тоже такое же вызывают. Вышестоящие дают знать, что здесь будет второй Баку. То есть там с русских начали. Если здесь с армян, там с русских, то собирайтесь и уезжайте. То есть христиан будут давить. И вот тогда пришлось из Ташкента уехать и уехали в Москву. Там разделена Москва была конкретно, и у кого такие были части, все известно. Рудик заехал туда, там же и масса бакинцев заехала, там же и коммерсанты все поехали, армяне. Там рестораны, отели, все под ними было. Ну, естественно, предпочтение отдали кому? Рудику. Они же к нему пришли. Защищай. А Юрий Майк говорит, у тебя-то больше возможностей. У миллионера дает понятие ему, блядь. Вы ж миллионеры, блядь. Ну и не меньше. Не меньше. Там конкретно они стояли. У них вообще часть Москвы была под ними. Армяне, азербайджанцы также были все под ними. Рестораны, отели, все цеховики, все были под ними. Ну, естественно, кому-то, может быть, это не понравилось. Кому-то, может быть, что-то, где-то перешли дорогу. Кто-то, может, хотел просто забрать. Очень редко, когда дружат с себя, вот в ареи, очень редко. Они ненавидят друг друга, понимаете? Вот один, вот он говорит, миллионер, вот там у него бизнес, там, там, там. Показывает квартиру, не квартиру, а большую. Дом, там, состояние, да. Он говорит, вот как он живет, вот как я живу, понимаешь? Ненавидели друг друга. Да, зависть какая-то между собой у них была. И вор есть вор. Авторитетный вор самый был. А что у них там с Хасаном было? Ну, что-то, наверное, произошло. Слушай, давай свухом вернемся к глубодневной проблеме, к теперешней глубодневной проблеме, то, что касается Родика и Хасана. Вдольф Сергеевич, я хочу бить за ваше здоровье и пожелать вам терпения в этом, в это тяжелое время. Информация идет о том, что Дед Хасан с Родиком там конфликт идет и так далее, и так далее. Где-то раздули из этого кодила. Такое у нас в России. Раньше такого не было. Никогда не одни. Были конфликты между самих воров. Были кто-то, и все вставали там, и там. Но чтобы массой такой быть в конфликте, такого не было. Две массы воровских никогда не воевали между собой. Ну, история такого существования воровской идеологии, существования воров, такого никогда не было. Кто-то стал, например, посчитал, что вот на этой стороне больше правды, а кто-то посчитал, что на этой стороне больше правды. Кто-то, исходя из каких-то родственных и дружеских отношений, стал на одну или иную сторону. Все решают деньги. Если я безработный, ты мне работу даешь, которая у меня до этого на проезда метро не было денег, а каждый месяц сейчас у меня 50 тысяч долларов. Железно? Конечно, я тебя буду любить. Он всех купил и купил все. Вот есть, например, воровская исходка, да? Только там ты можешь, глаза на глаз. В Одессу собрались только народу решать этот вопрос. Одесский розыск раздылает телеграммы, что вся Одесса переполнена ворами, что наступил крыльптический момент. А может, старых старичков там подтягивали? У них-то, действительно, за ними веское слово. Ну, я имею на сходку-то. Они не московские в основном, а из Краснодара, там, из Берези. Из Берези, то есть... Я уважаю, что Москва может переросить. В течение этого года, Рудик, наоборот, хотел всех собрать, но никто не приезжал. Вот там многие воры идут там, на сходках, а многие не идут. Почему? Потому что у них грехи, понимаете? И они боятся, что за эти грехи их могут там предъявить какую-то предъяву и раскороновать. Вот и причина же не появления их вот на этих сходках, например. Я знаю, что каждый, когда вот знал, что у Рудика, ну, все мы знали, что ходят по лезвию ножа, да, это уже не скрыть. В последнее время ваших много уже стреляли? Да. Якученко-то слышал? Я говорю, где застрелили, ты знаешь? Его в аэропорту в Кабаке. Он опоздал на самолете и сидел в Кабаке, в природном. Он и вкрыли, и Владимир был в одно время в Бриллиантовую. Наверное, те, кто сейчас из зоны вышел, они, наверное, больше традиций поддерживают, чем на свободе. Деньги, сам говорит, влияют очень сильно. И у меня создается такое впечатление, что тормозит кто-то специально, чтобы я появился в Иркутской области, это одно, а вот это, чтобы я вышел на свободу. Я мешаю. Мешаю. Убили бойца. Я не встречал в Москве. Он же долго в Москве был. Боец-то? Боец, да. Ну, конечно. Он не Иркутский, он с зимы. Ну, так, Иркутский. Его жена сходка была. Выходил его в машине. Его и молоденька там. Артура в Самаре убили. Он лежал в больнице. Ему приходит передача. Кастрюля, вроде бы, с Мацони. Он открывает крышку, и тут взорвалась бомба. Рядом, вот я знаю, что был Артур, вот Клоп. Да. Я знаю, что самый преданный человек был он. Вот если бы он на тот момент был живой, был бы рядом с Рудиком, с Рудиком такое не произошло бы. Он прямо говорил, что уже заказали, что его уже заказали. И конкретно сумму обозначил. И оставался в Москве. Может, кто-то так преподнес, может, кто-то что. Но оставался в Москве. Семья у него там была. Постоянно под прицелом. Они сидели на Кутузовском проспекте. Детки маленькие. И вот этот красный, вот этот мишень есть. С соседнего дома, когда направляют. И раз, видят там на ребенке. Лампочка эта красная. Представьте? Любой момент. Армян! Иди в сторону! Захуярю! Смотри! Да, на Рудика покушались, да. Его стреляли с этого ронотомета. Обстреляли машину. Его ронотомет. Но спасло то, что он в лимузе не ехал в бронированном в Москве. Этот человек, который что-то сделать, он как стратег был. Он обдумывал это днями, чтобы сделать минутное дело. Он мог ночью напролет не спать. Ну, вообще, да, вот на самом деле, вот чересчур умнейший человек был. Если у него было свидание назначено и с вами, и с вами, и вы вот находились в одном районе, мог бы, да, вас сказать, придите, вот здесь пообщаемся. Нет, он с вами встретился бы в одном районе, поменял бы пять-десять машин, встретился бы с другим, совсем в другом районе. Чтобы ни ты, ни ты не понял вообще, откуда он появился и куда он исчез. И вдруг в этот день, 11 февраля, хочу очень в это верить, он собирает всех, всех собирает, знаете, каких? Всех знакомых, которые до него годами не могли добраться, дозвониться, достучаться. Родные, близкие. И вот человек 15 было там, и Рудик там просидел часов в пять. Такого вообще не было, чтобы он где-то собирал столько народу, чтобы он сидел столько разговаривал. При этом дверь одна открыта насквозь, дверь вторая открыта. Вы, наверное, были там, видали, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Рудика уничтожили. Его епархия и другие заведуют. Тех, кто он поставил в свое время, они сейчас и стоят. Только смотрят на других. Как говорится, был король, умирает, да здравствует другой, да король. Вот были они, были люди приближенные к ним. Каждый радовался быть рядом с ними, считали за честь, за гордость, да? Но если это были искренние чувства, они должны остаться и после смерти, да? Вот мне больно, что на сегодняшний день я не могу никого вот сейчас вспомнить или привести, чтобы человек добрым словом, добрым, недобрым, чтобы вспомнил, сказал что-то. Настолько люди всего сейчас боятся, каждый живет для себя. Ну, это жизнь, наверное, аж сделала так. Каждый вор, который обосновался, который не хочет больше садиться, хочет со своей семьей побрить, каждый хочет хорошо одеваться, обуваться на хорошей иномарке, съездить, да? Ну, коснулся как-то его Хасан, он думает, да ну его нахер, он или меня посадит, или убьет, короче. Вот сейчас идет случай война, как раньше было, но тогда раньше была случай война. За забором в лагерях, а сейчас она на воле переместилась просто. И люди, которые в жизни не живут этой, они не понимают, что сейчас опять же такая случай война идет. Но она идет сегодняшним днем в сегодняшней Москве, понимаете? Вот и все, больше ничего. Есть воры, есть дедовские. Они между друг другом никогда не сядут больше. Они все были друзья. Но сегодня это как в политике. Но сегодня друзья, завтра они враги и так далее. И вот исходя из чего-то, кто-то встал на сторону Мираба, Хасана и Лаше Шушанашвили. Бесится от денег, от богатства бесится. Что это Хасан, что это Лаше. В окружении деда ни одного нормального вора нет. Всех он отравил своим деспотским внушением, своим заткненным разумом. К нему больше обращались. Там, в России, значит, я имею ввиду, люди, коммерсанты, так называемые, чем, например, вот к другой стороне, к другому клану. И в 2008 году они готовы были к примирению, но их же должен примирить человек, который является уже для них авторитетом. Это самый уважаемый человек из воров. А уважаемый на сегодняшний день для воров, я могу сказать, это Чайковани является. Он, во-первых, самый старший по возрасту, и, во-вторых, он самый авторитетный и уважаемый. Но безо здоровья и исходя из других каких-то, он не смог выехать из страны, из Грузии, то есть. И вот этого примирения, хотя я уверен, что если бы он начал заниматься, примирение бы произошло. Вы представляете сейчас, кто такой Гоги, если ему Хасан звонил, если ему Тарьел звонил, если ему Чанкулязи звонил, Шакро звонил и говорили, пожалуйста, Гоги, приезжай, давай мы тебя привезем и разрули этот комплект. А ему это не надо было. И он это всегда подчеркивал, что он, что Тарьела, что Хасана, что у многих не будет сейчас имена, не видит воров. Гоги. 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 это не доходит это что-то современное чтобы погасить этот конфликт 2008 году я помню когда они собрались на пироговском водохранилище собрал их тарелу не они решали вопрос то что там хасан хотел подсебел всю россию и москву подавнуться тарел говорил не будет этого но как неизвестно что они позвали вторую сторону вторая сторона не пришла и фасан не приехал приехал в шабалов петров ну короче раз они стали амонов всего летели они помняли да пока они помнялись и на это их на работа то что они сейчас собрались на теплоходе одна сторона там во вторая нет это подлость это уже подлость и вот винить винить те которые не пошли и остальные стороне их могут обвинить это по-нашему так смотрим все в камеру про тарел написали про гон что тарел не вором плохой человек не будем сейчас выражаться жизнь ворам поводом для написания данной курсовой послужило следующее обстоятельство а именно ставим вас в курс порядочные арестанты что на мтц находится человек зовут его тарел а не они сведома воров он есть далее непечатное выражение если этот человек находится у вас в хате или при встрече с ним поступать соответственно далее подписи слава япончик дед хасан лаша ростовский да то кутаиски всего 36 подписантов вы говорите что он не вор да если вина сварова не зовется сухунских милийских кутаиски это уже заочное решение если ты хочешь что-то сказать зови людей позови человека и вот разговаривать вот чтобы не было безлички вы же вора судьбу решается не то что там говорили о местного тарел не вор говорили что по встрече поступить соответственно он беден это уже вещей оскорбление уже нету больше путево оскорбление для вора и а а а а а Звонит Вова ко мне, хотя я всегда Вовику говорила, Вова, знаешь, Рудик живой, честно скажи, если ты знаешь, скажи мне правду, о, Рудик же живой, он мне говорит, а ты больная, что ли, говорит, как можно, говорит. Как мог он такое сделать? Нет. И когда вышла последняя статья, и такой ажиотаж пошел вокруг этой статьи, прямо так правдоподобно было все написано, и звонит мне сам Вовик. Сестренка такой радостный, сестренка, я говорю, что я говорю, я говорю, видишь, я говорю, опять пишут, значит, он живой, и тут мне Вовик сказал, а кто в этом сомневался? Немного осталось, немного, Лисенок, осталось ботать с тобой, то есть таким, как ты. Народ-то весь испорченный стал. Раньше, раньше-то боялись даже, почему, потому что если я узнаю, что ты такой человек, непорядочный, то тебя или зарежем, или тебя очень убил. И тебе оголосим, чтобы тебя все презирали. А сейчас, слушай, а сейчас это даже в моду вошло, что ли. И это говорит Николай Бердяев, что вот сейчас, вот мы движемся вперед, правильно? Когда человечество идет вперед, это пять строев, это не повторится больше. Вот это, значит, феодальный, а ну, сословный аристократизм. Это не повторится. Но, вот кроме этих пяти строев, значит, общественного строя, будет шестой строй. Это будет, значит, сулери-аристократизм. Значит, духовный аристократизм. Вот наше будущее будет духовный аристократизм. Субтитры подогнал «Симон»